приветствую вас друзья продолжается у нас партия за ардебиль и так давайте немножко пройдемся потому что я упустил в предыдущей серии ну во первых это очки которые мы должны сделать из из персии вот она шахан шан это за ардебили создать персию но и keep the flame burning скорее всего тоже сделаем я думаю что мы обратимся в зороастризм если конечно до нас вот эту провинцию не обратят я сомневаюсь они точно не обратят зиме выставлены но есть еще одна зороастрийская провинция в индии здесь она находится все-таки этот монумент очень мощный конце он дает 10 дисциплины огневая мощь плюс 5 и минус 10 урон от огневой мощи все завязано на огонь дальше была проведена реформа взял вот это вот на число рекрутов плюс 15 процент появился еще один наследник 235 маркберг сафовид дамы из династии сафовидов а которая правила персией наверное больше нигде нету их какие такие тут еще какие-то тимуриды пошли дальше мне я не вижу по крайней мере по сословиям говорят все-таки лучше выдавать эти привилегии ну хрен его знает она конечно нужно админку например точно надо выдать давайте это сейчас сделаем я просто не хочу получать эти штрафы вот земель короны когда они уходят слишком низко все еще не выплатили займы 5 осталось так тут ждем повстанцев и плюс я еще подписал пока проматывал время с трансаксане и союз был у них галочки вот на один брак и на союз не знаю с кем-то наверное мы разорвали тот что у них был задание есть на ордебильскую экспансию цена развития столичном регионе минус десятка было бы неплохо и вот здесь по развивать кто-то нашел к ну лучше развивать вот тут а тут мы не получим этого бонуса вообще в идеале забрать эти две пробки и поражать вот эту кнопочку от минус 20 еще дадут по развитию ладно как-нибудь без этого обойдемся ренессанс просто до нас не дойдет еще очень долго ему отсюда надо будет поэтому придется развивать но очков опять таки нет но хорошо давайте будем ждать теперь отправил зарабатывать была склонность это на саксане и нужно десяточка 024 то есть год где-то 3 единицы примерно темари да еще можно выставить соперники давайте выставим сижу играю очень долго уже играю 66 год ничего пока что сделать нельзя на джам мы не нападем потому что он сам напал на фарса которого там союзниках было трансаксиан афганистан систан это мы уже после войны подписали с ними союз но фарс победил забрал две пробки этих освободил тут продуманы не можем их про атаковать так как висит предупреждение от кары постоянно плохие ивенты происходят то убрать лояльность сословий то какие-то деньги заплатить то вот минус стабильности три повстанца если первой серии шла сплошная белая полоса то в этой серии это какая-то чернуха каракуинло тоже напасть сложно ну конечно можно эти опять куда-то влезли затем постоянно тоже воюют османы от османы сами напали нет это не сюда пошли смены тут воевали с карманом акуинло против османа воевал теперь вот опять ну трансаксане можно будет и фарс позвать но тоже такое себе каракуинло большая армия союзники там слабенькие тоже придется лезть в займы в такие вот пока что дела то дождем чтобы перемирие закончилось 73 года нам надо нужно конечно на газику мух османы полин жесть эта ситуация наконец-то хорошие новости мамлюки объявляют войну против каракуинло и при этом каракуинло они недавно воевали против грузии и и мерить и потеряли всех своих рекрутов 2000 у них осталось и 19000 пехоты ковать я думал на них напасть но трансаксане тоже ввязалась какой-то войну против узбеков в одиночку было как-то ну стрёмно стрёмно реально потому что у них даже армия сильнее и вот на технологию одно они нас обогнали мы тем временем прокачали ренессанс шарване 35 развития теперь тут мы ждем хотя бы на ордобиль так как там 50 монет за ордобиль будет дешевле все четыре он наверное займы возьмем от торговцев те такие почти бесплатные по своими займами расплатились даже пошли вверх взял в эпохи открытия плюс один к бонусу сражение на столичной местности то есть на горах ну пока что чуть-чуть подождем чтобы мамлюки повоевали а затем будем сами идти вот мы и дождались того момента воюем за вот эту вот провинцию так как мы и должны по-любому забирать на гилян ставим галочку его мы передадим бег пасу чтобы нам было чуть-чуть дешевле принимать ренессанс фарс не хочет идти он у нас злобный буратино да и рекордов у него нету за землю он также не хотел так как мы не отдали той войне когда воевали против гилян а ему никакой провинции мы ему обещали в бег паса отлично этих разбили свои войска назад возвращаем военные технологии брать или не брать шестую и на 102 наверное все таки возьмут займы прямой институт когда возьму теху а джам готовится на войну против фарса 5 этот распустился свою армию и наверное трансаксания не хочет помогать они побеждают минус 83 узбеки боли но мне не хочется еще на джам они ведь арбуз тут занят форму сани не призовут 11000 то елки-палки не надо джам а он ведь нападет также свершилось чудо марк берг все-таки стал правителем наследник у него хреновый но пятки престиж тратить нельзя его заняты мамлюки история умалчивает не до сих пор ни одной крепости не взяли не могли уже тут половину забрать но хорошо хоть войска поубивали и да а джам объявил войну против фарса сестан только стал на защиту трансаксания отказалась а соглашаемся но что делать и временем к нам пришли гости давайте попробуем ясно попробуем разве что вот сюда поставим галочку тут с ними 9000 против 11 так есть тут у нас ренессанс 115 монет одного займа будет недостаточно ну значит берем у торговцев завершаем асаду наконец-то 400 дней блин форт первого уровня жесть а джам к нам приперся это мы про атакуем каракуинлу он наверное тоже вступит в эту битву и многовато их давайте пока отойдем наши союзники по восточной войне будем их так называть тоже подошли тысячку убьем они убили блин как они так быстро зашли на эту взял бонус битвы капец это же надо так придется отступить жесть 5000 вообще на ровном месте потерял но давайте пойдем попробуем взять аджам скую столицу каракуинлу сняла свою осаду с нашей столицы или он кстати можно уже присоединить и забрать еще 30 монеточек не джен кстати построил крепость раньше в предыдущей нашей войне вот этой не было смотрите мы взяли крепость столицу аджама он также взял столицу фарса честно говоря на фарс мне плевать особенно если их шейх там злобный я предлагаю просто подписать мир забрать одну пробку 42 монеты и долбите себе там как хотите я свое дело сделал теперь нам надо идти вот сюда и разбивать вот эту вот армию крепость главное чтобы не пала эдикт стоит на защиту крепостью битвиз также подвел свои войска на помощь своему союзничку он уходит он уходит мы подождем 29 его не будет а мы вот первого все трое зайдем началась битва минус 2 у них нас тут плюс один дисциплина ровная у нас еще и лучше боевой дух умлю под скоро замериться это плохо битвиз понял что не надо это делать ухты полностью уничтожили вот это да ну будем пробовать брать столицу но туда нужно очень много войск значит значит что значит пока не будем будем возьмем хотя бы цель войны 7000 у него есть это пошли наемники и вот закончили войну мамлюки 3 пробки взяли выделили карабах я вижу битвиз остался вассалом и вроде больше ничего серьезно так мало целую мушашу на юге можно было выделить регрузии будем стараться берем провинцию и табриз и массу и на данный момент враг пытается отбить у нас нам нужно вот так вот будет зайти и с ними сразиться обязательно иначе если возьмут будет плохо битвиз уходит значит вот так можно сделать кара не взяла свою столицу обратно завязывает собой мы и мы побеждаем 29 процент ну тут они опять отбили цель войны просто надо это все вернуть акуилла решается отделиться от нас атакует сейчас кару но до победили даже так мы тут можем тысячку разбить на севере вернули себе провинции подтягиваемся на юг я думаю еще одну крепость взять и хватит я бы вот так хотел забрать и плюс еще ереван чтобы тут выделить армению я давать ей здешние кавказской территории не будет 2 национальные пробки нет даже 345 это круто и можно будет им еще дать карабах взял также группу идей качественные а также потом возьму религиозные раз мы будем заниматься взору астризмом он еще есть есть то вместе качество и религия нам дадут боевой дух армии 5 процентов и осадные умения плюс десятка осадные умения это очень хорошо в этих сложных рельефах еще одно закрытие получим боевой дух орден софевидов еще одна приятная новость джема вилл войну против каракуинлу но тут пословица про жабу и гадюку приходит на ум сразу мы еще кстати стабильность потеряли марк берг смущал двор пять голый бегал не надо так марк и конечно хороший эффективность торговой депрепутации но галышом не надо бегать по дворцу так мы взяли тут крепость быстрее чем враг вот здесь будет брать надо мириться не хочется мне сюда идти потом отбивать вот это то чтобы хотелось взять что мы сможем ну так вот сможем но либо не брать ереван а вот так взять правда курдская культура пошла вот тут азербайджанская азербайджанскую надо брать просто табрис очень крупно развит тогда ереван еще влазит либо вот тут не брать здесь я бы хотел полностью под контроль взять свою родную большую область ладно будет некрасивая карта но зато эффективная но теперь пожелаем удачи джамму ему она приходится также луристану листану и стан я могу его атаковать и забрать эту горную крепость себе давайте таки сделаем сразу ай блин ереван тоже надо было выделить так горная крепость еще одна вот эту крепость я уношу потому что когда у нас будет вот это она будет сюда контролить а это будет сюда контролить но эти надо держать не нужны эти крепости наконец-то согласен луристана дать нам свою последнюю провинцию 11 процент пришлось даже в шамар наши войска переводить уничтожать всю армию шамара все армию луристана тут еще хазан кейф оставался со своей крепостью это нам немножко было не в тему ну сейчас восемьдесят втором году через год будем воевать против а джама осман тем временем немного нашего союзника сожрал ну как немного две трети территорий не воевали вот здесь какой-то дул кадир и джандар был а заодно и тут еще покушали осман набирает обороты я думаю на мамлюка пойдет мы еще немного поддержим а куиллу еще в одной войне против кары я думаю мы их используем а потом надо сразу рвать союз давайте сразу объявим войну против карабаха вот у нас есть претензии легализм к сожалению это все повышает никак мы не можем уйти в мистицизм армению к витте выделил пусть они содержат эту крепость они получились мои физиты но ничего страшного и сразу восстание каракуинских подождем пусть наши вот здесь подойдут потом соединимся закончили войну против карабаха отдали армении взяли задание на то чтобы вернуть провинцию тегеран шиитской стране побежь нам давайте наверное приврегию дадим боякам пусть военные очки растут так нормально идем без штрафов пока и смотрите джамская армия сейчас находится на нашей территории в горах на что надо объявить войну они не получат случайно черную метку это неизвестно союзники его поддерживают каракуину блин чё они делают не могут взять никак не сюда пойти не туда наш союзник трансаксония не хочет нам помогать у них хорошие отношения было короче 200 карл 200 это вообще как нет они не получили то черной метки ну бег пас конечно уничтожит смысле мы не достанем их это у кого дисциплина у нас не как-то блин ну как так и он сюда идет надо как-то его поймать 4 шока еще генерала 6 кава технологии военные выше нашей армии взяла наемников по логике он отсюда вообще не может никуда уйти так что мы пошли осаждать чему не может эта крепость вот сюда проход кроет ереван тоже кроет они воюют против каракуину тут тоже две крепости но разве что замериться но вряд ли кара побеждает неплохой ивент шеизм находит последователей мы будем считать тегеран нашей национальной пробкой уже хорошо плохо то что закончилась война манджана против каракуину каракуину забрала здесь две пробки вот это был вассал может это и хорошо и сейчас а джамские войска куда-то через кавказ ушли видимо будут выбивать скоро акуиллу но мы тут пока что стоим осаждаем главное взять вот эту крепость армия тут против нас достаточно большая собралась могут дать по шапке так взяли столицу взяли на эту крепость но враг также взял столицу акуиллу каракуину гарантит армения к сожалению чет подзависла не попробовал вот этот прожимать разные кнопочки и оборону и осаду но что-то не просто-напросто стали и стоят сейчас надо быстренько спуститься вниз и занять тут позиции этот город желательно большой здесь везде горы также мы закрыли три качественных идеи получили этот орден сефивидов ордобили это место где жил и работал софи один ордобили его храм продолжает оставаться политическим и военным центром ордена сафии или ордена сефивидов религиозная обряда которого все еще соблюдаются его последователям как мы будем сотрудничать их религиозный пол позволит побеждать врагов во много раз происходящих нас по численности боевой дух армии но это надо было бы давать дисциплину если по численности противник осаждает нашу столицу его союзник вижу уходит на юг значит время атаковать 15000 на 11 успели до того как бы он взял в армении не поможешь не поможет ну ладно мы победили так и враг куда-то на север отступают но здесь на востоке все оккупировали дальше пока не закрываем надо взять теху вот мы его поймали и разбили полностью здесь еще попробуем погонять а тут оставим на осаду ну и давайте будем пробовать мириться противник подтянул я вижу свои войска будет отбивать я бы хотел вот так вот взять правда тут коалиция сразу соберется все-таки надо было брать вот эту вот штуку на влияние на агрессивку я взял военный налог жадность фраера сгубила кашу хоть включил сделаем вот так получается только три страны с которыми нет перемирия да и она там должно упасть сразу но до конца я мог бы мог бы еще подождать не хочу 275 монет возьмем и репарации ничего себе это неплохо повоевали так смотрим что там по персии из фахан еще нужен и яст ком нужно просто закорить блин надо было брать все-таки из фахана вместо тегерана и вместо 7 на но блин задание было вот мы его выполнили правда тут никакого подарка не дают либо престижная если идти дальше на тимурида то у нас даже паритет по войскам идет него просто очень много союзников но их можно выбивать кроме белу джистана и синда может смолтаном союзик бы замутить и афганистан это что-то такое подумать и придумать не но победить можно я могу еще добрать армию но хотелось бы как то чтобы но побыстрее все было есть теперь у нас возможность напасть на тимурида подписали союз афганистаном он просит провинцию и можем трансаксанью призывать во время как у тимурида синд не будет его защищать он воюют синда там была такая нормальная армия перенос больше войск даже кого-то есть пушка ну что же давайте поехали много тут все равно не сможем взять только две провинции много агрессивки висит на всех странах вокруг тимурет вижу сразу добрал себе войск 17000 теперь у него в трансаксане 16 в армении 0 молодцы завязался бой и трансаксанцы победили также было заложено строительство в трех провинциях казармы и в табризе торговая . но мы направили войска на герат столицу муридов будем проводить и брать столицу тимуридов мы уже взяли вступили против него бой а у них чё-то за боевым духом что ли это вот бой только начался я тут вроде бы нормально ну на единичку но все равно защитили здесь мы провинцию давайте попробуем эти 3000 про атаковать уже победили здесь в горах я стоять точно не буду надо возвращаться домой под повстанцы может кто-то из наших попробует их убить может и не попробует еще вижу чагатайских наняли кондотьеров 17000 сейчас у них есть но это не так много и также взял еще одну реформу централизованная бюрократия изменение автономии минус 005 ну тоже можно подписывать мир сделаем как возьмем по темрида 2 пробки и от галистана здесь такая крепость она нам отойдет тут отдали посаду для нас хотя у трансаксане есть сюда тоже желание на эту пробку ну ладно и одно отдаем афганцам так как они нам помогали мы им обещали что дадим репарации возьмем денег так он больше не хочет давать а так 158 из них 73 нам ладно возьмем репы лучше в основном инфляции так уже зашкаливает агрессивки нормально а если так брать то афганистан недоволен но хорошо пусть будет деньги ну и остается нам из фаха только забрать осталось 10 лет у нас перемирия нужно будет вот на каракуину тоже идти будем возвращать армении провинции и как-то надо сделать так чтобы вот эти вот станция не восстали сепаратисты иначе тут повесится долгое время чтобы восстание потом опять жди получить религиозных полстанцев зороастрийских интересно если отправить сразу миссионера подождать месяц синера конечно в ноль финансированию мы получаем так фанатиков да но стоит ли это делать сразу мне кажется мы пока не готовы сначала надо создать персию как-то окрепнуть а потом уже этим заниматься хорошо на этом буду прощаться в этой серии мы тоже так нормально продвинулись вперед приходите в следующей серии я думаю может точно создим персию на этом все спасибо что смотрели спасибо спонсорам за поддержку всем пока